Карл Чапок. Год садовода. Январь садовода. Даже в январе нельзя сидеть сложа руки, говорится в пособиях по садоводству. И это на самом деле так, потому что в январе садовод главным образом ухаживает за погодой. Погода вообще дело хитрое. Она никогда не бывает такой, как надо. У нее всегда то перелет, то недолет. Уровень температуры никогда не соответствует среднему за 100 лет. Обязательно хоть на 5 градусов, да выше или ниже. Осадки то на 10 миллиметров ниже нормального, то на 20 миллиметров выше. Коли не сушь, так сырость. Если даже люди, которым в общем до всего этого дела нет, имеют столько оснований жаловаться на погоду, то как же должен чувствовать себя садовод. Выпадет мало снегу, садовод с полным правом сетует на его недостаток. Навалит много, становится страшно, как бы он не обломил ветви у можжевельника или рододендронов. Совсем нет снега, опять беда, губительны сухие морозы. Настанет оттепель, садовод проклинает сопровождающие ее безумные ветры, у которых скверная привычка раскидывать хвойные и другие покрытия по осаду. Да еще того гляди, чтоб им пусто было, какое-нибудь деревце ему поломают. Начнет вдруг в январе светит солнце. Садовод хватается за голову. Кусты раньше времени нальются соком. Дождь пойдет. Тревога за альпийские растения. Сухо. Сердце сжимается при мысли о рододендронах и андромедах. А ведь ему так мало надо. Просто с 1 до 31 января 0,9 градуса ниже нуля. 127 миллиметров снежного покрова. Легкого и по возможности свежего. При обладании облачности, штиль либо умеренный ветер запада. И все в порядке. Но не тут-то было. О нас, садоводах, никто не думает. Никто не спрашивает, как нам надо. Оттого и идет все в кривь и в кость на этом свете. Хуже всего садовода у мороза без снега. Тогда земля затвердевает и сохнет с каждым днем. С каждой ночью все глубже и глубже. Садовод думает о корешках, замерзающих в земле, мертвой и твердой, как камень. О ветках, пронизываемых насквозь сухим ледяным ветрах. О мерзнущих почках, в которых растение упаковало осенью все свои пожитки. Если бы садовод знал, что это поможет, он надел бы на свой падуб собственный пиджак, а на можжевельник брюки. Ради тебя я с удовольствием сниму свою рубашку, черноморская залийка. Тебя, длужиха, я накрой своей шляпой. А для тебя, красноглазка, остаются только мои носки. Вот возьми, пожалуйста. Существуют разные уловки, как поладить с погодой и повлиять на нее. Например, как только я решусь надеть на себя все, что у меня есть самого теплого из одежды, так сейчас же становится тепло. Точно так же наступает оттепель, если соберется компания для лыжной экскурсии в горы. И когда кто-нибудь напишет газетную статью, где говорится о морозе, о здоровом румянце на лицах, о хороводах конкобежцев на катках и других явлениях такого рода, то едва эту статью начнут набирать типографии. Опять-таки сразу наступает оттепель. И люди читают статью, а на дворе снова мокреть, дождь и термометр показывает 8 выше нуля. И читатель говорит, что в газетах все врут, морочат голову, ну вас с вашими газетами. Наоборот, проклятия, упреки, заклинания, воздевания рук, восклицания брррррр и прочие магические действия на погоду влияние не оказывают. Что касается январской растительности, то самое примечательное ее разновидностью являются так называемые цветы на стеклах. Для пышного их расцвета требуется, чтобы у вас в комнате надышали хоть немного водяных паров. Если же воздух совершенно сух, вы не выведете на окнах самой жалкой елочки, не говоря уже о цветах. Далее необходимо, чтобы в окне была где-нибудь щель, откуда дует. Именно тут и распускаются цветы из льда. Лучше всего они растут у бедняков, у богатых окна закрываются слишком плотно. В ботаническом отношении цветы из льда отличаются тем, что это, собственно говоря, не цветы, а просто ботва. Ботва, напоминающая цикорий, петрушку и листья сельдерея. Затем всевозможные лопухи семейства киноракефалы, куруаки, диплаки, акантаки, эмболиферы и прочее. Ее можно также сравнить с такими видами, как астропестр или волчец, купавка, осод, нотобазис, чертополох, белица, репейник, ворсянка, дикий шафран, бодель и еще некоторыми колючими растениями с перистыми зубчатыми, раздвоенными кружевными, фестончатыми и бахромчатыми листьями. Иногда она похожа на ветви папоротники или листья пальм. Иногда она игла можжевельника, но цветов не имеет. Итак, пособия по садоводству утверждают, что даже в январе садоводу нельзя сидеть сложа руки. Прежде всего, будто можно обрабатывать почву, которая будто бы крошится от мороза. И вот уже на Новый год садовод кидается в сад обрабатывать почву. Он набрасывается на нее заступом. После напряженных усилий ему удается сломать заступ, потому что земля тверда, корунт. Он продолжает свои попытки, выражившись мотыгой. В результате его упорства в мотыге переламывается рукоять. Он хватает кирку и при ее помощи погреждает луковицы тюльпанов, которые сам посадил осенью. Остается только одно средство – пустить в ход молоток и долото. Но этот способ обработки почвы очень медленно и скоро надоедает. Неплохо бы, пожалуй, разрыхлять ее динамитом. Но у садоводов редко бывает динамит. Ладно, предоставим это дело утепели. Да, вот и она. И садовод спешит в сад, чтобы завершить обработку почвы. Через некоторое время он тащит ее к себе в дом, налипшему на сапоги. Так как сверху она оттаяла, тем не менее он делает радостное лицо и твердит, что земля уже раскрывается. Нужно только произвести кое-какие подготовительные работы к наступающему сезону. Если у тебя в подвале сухо, приготовь цветочной земли, хорошенько смешай ее с прелыми листьями, компостом, перегнившим коровьим навозом и добавь немного песку. Превосходно! Только вот беда. В подвале кокс и уголь. Всюду эти женщины носуют свои домашние дребедения. Разве что в спальне черноземы навалить. «Используй зимнее время для ремонта бельведерчика, павильончика, беседки». Правильно! Только у меня нет ни бельведерчика, ни павильончика, ни беседки. И в январе можно класть дерн. Было бы куда? Может, в прихожей или на чердаке? Главное – следи за температурой в оранжерея. И рад бы следить, да оранжерея и нету. От всех этих пособий по садоводству мало толку. Так что выходит, ждать и ждать. Господи, какой январь длинный! Поскорей бы февраль! Думаешь, в феврале уже можно что-нибудь делать в саду? Ну, не в феврале, так хоть в марте. И вдруг, совершенно неожиданно для садовода, без того, чтобы он пальцем пошевелил, у него в саду распускаются крокусы и подснежники.